МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе об истории празднования 1 мая и о том, как сейчас горожане относятся к празднику. На Пасху в Воронеже запустили специальные автобусные маршруты. Воронежцев ждет летнее повышение тарифов почти на 10%. Воронежский дом детского творчества советского района отметил 50-летний юбилей. В Воронеже запустили фонтаны. Сразу три праздничные даты отметила диаспора жителей Вьетнама в Воронеже. Мир, труд май. Именно под таким лозунгом ранее отмечали День международной солидарности трудящихся. Об истории празднования 1 мая и о том, как сейчас горожане относятся к празднику, в нашем сюжете. В Российской империи первомайский митинг в первый раз прошел в 1891 году. После Октябрьской революции праздник стал государственным и получил название День интернационала. В 1972 году его переименовали в День международной солидарности трудящихся – 1 мая. В этот день советские граждане выражали свою солидарность и решимость отдать все силы в борьбе за мир, за построение коммунистического общества. Праздник отмечали два дня. 1 мая стала выходным днем в 1918 году, а 2 мая – в 1928 году. В 1990 году в последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. Сейчас это время помнят те, кто застал Советский Союз. Знаете, тогда праздник был. Сейчас как-то незаметно, что это праздник. А тогда за месяц начинали готовиться. В школе там стихотворения рассказывали, готовились. Ну, праздник был. На демонстрацию ходили. Конечно, интересно было. Знаешь, сначала была, как за целый месяц был разговор, подготовка. И как-то, ну, праздник был. С 1992 года в России эта дата носит название «Праздник весны и труда». В начале 2000-х праздничные дни решили сократить. В качестве выходного Трудовым кодексом Российской Федерации закреплено только 1 мая. В преддверии 1 мая избранным россиянам присваивают звание Герой труда. В городах России проходят демонстрации, народные гуляния, ярмарки, авто- и мотопробеги, фестивали и другие мероприятия. Самое главное – это, так скажем, вспомнить, что наши предки делали, так скажем, в эти дни. Навести порядок везде, к Пасхе подготовиться, да, то есть в квартире, в доме, там, бабушкам помочь, дедушкам помочь. Ну и, соответственно, вот с чем ассоциируется, так скажем. Ну, не с митингами, это точно, с какими ребятами. В ходе нашего опроса мнение горожан и гостей города разделилось. Если для старшего поколения этот праздник ассоциируется с демонстрациями и митингами, то для молодежи это выходной день, который можно провести на природе, принять участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. На Пасху в Воронеже запустили специальные автобусные маршруты. На них можно добраться на все городские кладбища. С 8 утра 5 мая, в день Пасхи, в Воронеже начнут работать специальные автобусные маршруты. Горожане смогут воспользоваться ими для поездок на кладбище. На Левобережное транспорт пойдет из микрорайона Озерки, от улицы Остужева и от сквера на Ростовской. Добраться до лесного кладбища можно будет от улицы Хальзунова, с универсамом молодежной, с юго-западного рынка и от ДК Кирова. Кладбище в микрорайоне Шилова автобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала и лесного кладбища, к Буденовскому и Затрошке. Юго-западное кладбище свяжется с Центральным рынком и улицей Хальзунова, Никольское с Машметом, Подгоренское – железнодорожным вокзалом. Работа маршрутов продлится до 15 часов. Помимо этого, городские власти поручили перевозчикам создать резерв автобусов на маршрутах, проходящих рядом с кладбищами. Воронежский государственный цирк имени Дурова закрылся на масштабную реконструкцию. Работы продлятся до 2028 года. Цирк сохранит свой архитектурный облик. В обновленном здании появится зрительный зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем. Для маломобильных зрителей в цирке появятся специальные зрительные места и оборудованные санузлы. Для артистов обустроят 22 гримерные и 2 клоунские. Для животных также создадут необходимые условия. Помещение для содержания, кабинет ветеринара и процедурный кабинет, изолятор и холодильную камеру для хранения кормов. Кроме того, появится одноэтажная пристройка с помещениями для животных. По окончании масштабной реконструкции Воронежского государственного цирка зрители увидят современный, красивый, уютный, многофункциональный Воронежский цирк, который ждет новое, наполненное яркими событиями, программами, цирковыми представлениями и аншлагами летопись. Мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч в государственном цирке имени Дурова. Говорится в заявлении работников цирка. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. В Воронежской области клещи покусали еще 136 человек. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Число жителей региона, укушенных клещами, с начала года выросло до 308. За последнюю неделю к врачам после неприятных встреч с кровососами обратилось 136 человек. Клещи являются переносчиками многих опасных болезней. Например, тулеремии. Источниками инфекции являются в том числе и мыши. Клещ, напитавшийся их кровью, затем заражает и человека. Заболевший испытывает слабость, головную боль, тошноту. Возникают мышечные боли. При тяжелых случаях возможен бред и галлюцинации. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, необходимо осматривать тело после прогулок на природе и использовать отпугивающие клещей средства. Навоз теперь может оказаться дороже золота. Со 2 мая в России начала действовать система штрафов за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства. 600 тысяч рублей для юридических лиц, 90 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 60 тысяч для должностных лиц. Это максимальные размеры штрафов за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке и реализации навоза. В случае, если при таких нарушениях возникнет эпидемия, а также будет причинен вред здоровью людей и окружающей среде. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начали действовать на территории Воронежской области со 2 мая. По мнению властей, они помогут снизить уничтожение плодородного слоя почвы, а также порчу земель. В мае предупредили в ТНС «Энерго» Воронежцам придут две квитанции за свет. С чем это связано и стоит ли гражданам по этому поводу бить тревогу, узнавали наши корреспонденты. Изменения связаны с новой услугой «Рекомендуемый платеж». Услугу в ТНС «Энерго» Воронеж запустили по просьбе самих потребителей, желающих планировать финансы заранее и оплачивать электроэнергию как за текущий, так и за будущий период. Такое нововведение считают специалисты удобно в период отпусков и дачного сезона. Эта услуга должна помочь не накопить долги. Пришлют вам сначала одну квитанцию, рассчитанную по среднюю. Вы можете посмотреть, сколько вы получаете, но ее вы можете не оплачивать. И ждете вторую квитанцию, где, как обычно, где указано показание приборов учета, вы можете оплатить ее. Но если вы оплатите первую квитанцию, вы не забудьте передать показания приборов учета в ТНС, потому что в следующем месяце вам уже придет квитанция с нулями, если вы переплатили. Если вы заплатили меньше, конечно, вам придется опять оплачивать. Есть еще одна причина, по которой воронежцам предлагается это сделать. У нас принят закон о том, что вводится норматива, социальная норматива, так скажем, по электроэнергии. Там, где газовые колонки, плиты, там до 1050 киловатт. Свыше 1050 мы будем платить уже дороже. Если, допустим, у вас электрическая плита, то там, по-моему, где-то ты, ну, в общем-то, 1200 киловатт. А дальше вы будете платить дороже. И эти нормативы, они будут начнут действовать с 1 июля. Поэтому нас постепенно к этому готовят, скажем, электроснабжающие организации. Напомним, что с 1 января этого года в Воронежской области начали действовать дифференцированные тарифы на электричество. По новым правилам, стоимость электроэнергии напрямую зависит от объема ее потребления. Для потребителей, которые не привыкли экономить, переплата сверх нормы будет оплачиваться в двойном тарифе. Это инициатива ДНС «Энерго», потому что они готовят нас постепенно. Не сразу, чтобы как снег на голову, все хватали за голову, бежали туда. Нет, они просто готовят постепенно, чтобы вы видели, сколько вы потребляете. Впрочем, паниковать по этому поводу вовсе не стоит. Но уведение, считают специалисты ЖКХ, не отразится на большинстве абонентов, поскольку к категории с наименьшим тарифом в регионе относятся 98% потребителей. Если вы, допустим, заплатили по первой квитанции, которая пришла по среднему 1000 кВт, а в следующий месяц она вам должна прийти меньше уже, вы должны заплатить за свет, допустим, 800 рублей вместо 1000, то вам эти 200 рублей, они пойдут в долг ТНС. То есть вам уже должна быть ТНС. И в следующий раз они просто высчитают эту сумму из квитанции. За более подробными объяснениями можно обратиться в единый контактный центр в рабочие дни с 9 до 18 часов. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Воронежцев ждет летнее повышение тарифов почти на 10% в среднем и дифференцированная оплата за электричество. Обо всех изменениях в системе оплаты рассказала министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина. Насущный вопрос от жителей. Почему же оплата за отопление такая высокая? Особенно считают воронежцы это оплата счетов квадро. Тариф этим летом у них вырастет на 9,5%. На сегодняшний день эта компания оказывает услуги 637 тысячам жителей. Рост объясняют реализации инвестпрограммы для модернизации тепловых сетей. Их котельных, из количества, больше 100 котельных, которые в консессионном соглашении, 88 котельных, у них порядка 88, если я правильно помню, это старше 30 лет. То есть, естественно, требуются ремонты, более дорогие ремонты, восстановление, уже обновление полностью теплотехнического оборудования. Дифференцированный тариф, поясняют власти, даст понять, кто и сколько потребляет в жилых домах. То есть, это даст возможность не платить за магазин или булочную с парикмахерской, расположенной на первом этаже вашего дома. В первую очередь, они вводятся для того, чтобы убрать так называемый серый майнинг, когда электроэнергия по стоимости населения потребляется для каких-то коммерческих нужд. Ну, скажем так, маленькие пекарни какие-то, какие-то гаражи, в которых красят машины. То есть, здесь должно потребление электроэнергии уже оплачиваться, выравниваться все коммерческие структуры, должны одинаково платить. И потребители населения не должны оплачивать вот это потребление. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года. Как всегда, нас успокаивают. Мол, не переживайте, это столь незначительная прибавка. Всего-то однокомнатная квартира подорожает на 380 рублей, а в летнее время на 177 рублей. Тут же приводится пример. Вот в Белгороде повышение будет вообще на 11%. Объяснили воронежцам и почему оплата за проезд наличкой стоит дороже, чем по карте. Перевозчики, когда собирают наличкой, они, естественно, делают инкассацию. Есть такое понятие инкассации. Мы при расчете тарифов на проезд учитывали эту услугу инкассации. Гражданам, испытывающим финансовые трудности, государство частично оплачивает услуги ЖКХ, предоставляя субсидию. Для этого в бюджет уже заложены средства. На 2024 год у нас предусмотрено для оплаты коммунальных ресурсов более 4,7 миллиарда рублей. Это порядка 12% от всех коммунальных ресурсов, которые запланированы, будут реализованы населению. Только вот доходы воронежцев за всеми этими столь необходимыми повышениями не успевают. Даже несмотря на компенсацию определенных затрат государства. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Мужчина, устроивший конфликт в автобусе, а затем напавший с ножом на посетителя магазина, арестован. Сюжет пресс-службы регионального главка МВД. На этих кадрах мужчина, угрожавший пассажиру автобуса на остановке работница в центральном районе Воронежа. А затем устроивший потасовку в магазине на улице космонавтов. Нападавший стал вести себя агрессивно по отношению к продавцам. За них вступился один из покупателей и началась драка, в ходе которой 39-летний воронежец получил удар ножом в живот. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. В ходе его досмотра орудие преступления было изъято. Также при проведении проверочных мероприятий было установлено, что задержанный подозревается в совершении хулиганских действий в маршрутном такси. В зале районного суда в присутствии следователей и прокурора молодой человек начал осознавать тяжесть своих поступков и, как это часто вводится, во всем винить алкоголь. Подозреваемого отправили в следственный изолятор на два месяца. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. Всего лишь за одну неделю жители Воронежской области потеряли после общения с телефонными мошенниками 42 миллиона рублей. Сюжет пресс-службы регионального главка МВД. Чтобы справиться с волной телефонного мошенничества, полицейские областного центра буквально пошли в народ. Мы хотим вас предупредить об этом. То, что люди могут вам представляться сотрудниками. То, что они вам могут звонить с неизвестных номеров. Будьте бдительными. Да, с неизвестных номеров не берите. На предупреждение жителей города нацелены все сотрудники органов внутренних дел. За три месяца 2024 года на территории города Воронеж зарегистрировано более полутора тысяч мошенничества, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб составил более 250 миллионов рублей. В связи с этим на территории города Воронежа УМВД России проводит акцию «Стоп-мошенник». Полицейские искренне надеются, что после проведения акции количество обманутых воронежцев начнет сокращаться. Мы хотим вас предупредить, вот держите вам памятку, обязательно расскажите об этом близким, родным, бабушкам, дедушкам, потому что это очень серьезно сейчас и надо быть бдительным. Госавтоинспектор останавливает водителей и пока последние вспоминают, где находятся документы, предлагают задуматься о своем поведении при общении с неизвестными по телефону. Дам вам памятку, изучите там, родственникам своим, зачитайте, чтобы никаких таких ситуаций с вами не произошло в жизни. Хорошо? А то пожилые люди, они очень часто попадают в такие ситуации, поэтому все, счастливого пути вам. Большинство воронежцев не раз сталкивалось с тревожными звонками, но смогли вовремя распознать мошенников и прекратить разговор. Сейчас последние два раза звонили, представлялись операторами сотовой связи, просили, значит, не просили, а спрашивали, буду ли я пользоваться, продолжать этой сотовой связью, нужно какие-то продолжить, продлить договор, предлагали, значит, зайти в личный кабинет, ну, как бы на этом я прекращала общение, потому что понимала, что, ну, это что-то уже не так. О бдительности полицейские рассказывали и пассажирам маршруток. С родственниками поделитесь, сами изучите, возьмите, возьмите. Получив памятки, пассажиры и водители охотно делились своим жизненным опытом, а главное, полезными рекомендациями. Звонили и, естественно, с банков, и сотрудниками, оперативниками представлялись, даже я иногда, ну, слушал, чем же дальше разговор пойдет, все ведет к тому, что от вас хотят каких-либо данных, то есть карты паспортные, каких-либо сведений. Если такие наводящие вопросы задаются, сразу советую, в первую очередь, гражданам города, как бы это игнорить, скидывать и так далее, такие звонки, как бы избегать. Участковый полномочный активно встречается с жителями своего участка. И пока погода благоволит, используют собрание пенсионеров во дворе для профилактических бесед. Я смотрю, похож на дочкин голос, в общем, говорит, мама, я в больнице. Ну, что случилось? У меня голова вся разбита. Я говорю, а в какой больнице? Я сейчас приеду. Я поверила. Вот, она говорит, в общем, мы с одной женщиной переходили дорогу в неположенном месте, и, в общем, ту женщину сбила насмерть, а мне всю голову разбило, она плачет. Аферистка потребовала полмиллиона рублей, но Любовь Николаевна знала, что делать. Созвонившись с настоящей дочерью, в грубой форме прекратила разговоры с мошенниками. Как оказалось, Воронежцы все же достаточно подкованы в знаниях по общению с аферистами. Девизору сейчас очень много информации идет, поэтому слышим и действуем, да, соответственно, думаем, да, надо остановиться, не всем брать и деньги высылать. Остается только соблюдать основные рекомендации и предупредить своих родных и знакомых о бдительности. Поговорите с своими пожилыми родственниками, может именно этот разговор сохранит их сбережения и оставит ни с чем сотрудников преступных колл-центров. Лучше всего вообще не разговаривать. Вот они вам представили следователям, вешайте сразу трубку, потому что что следователь, что дознаватель, он вызывает только повесткой. Никто никогда не будет так. Лучше сразу, потому что чем больше они будут говорить, тем они, вы понимаете, ну давят на какие-то вот моменты. Вот я же вам говорю, сколько раз мне звонили, а все равно затрагивают. Лучше никаких разговоров сразу. В любой непонятной ситуации бросайте трубку. Нужные люди вас найдут. Воронежский дом детского творчества советского района отметил 50-летний юбилей. За полувековую историю педагоги этого учреждения помогли раскрыть свои таланты десяткам тысяч юных воронежцев. Подробности в сюжете. Учреждение было открыто в 1974 году. Сейчас его отделы располагаются на проспекте Патриотов и в микрорайоне Тенистый. Сегодня обучение в Доме творчества проходит более двух с половиной тысяч юных горожан от пяти до восемнадцати лет по 45 программам. Шесть из них реализуются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование». Несколько наших детских коллективов имеют почетное звание «Образцовый детский коллектив». Ну и, конечно же, наши программы имеют разную не только направленность, но и долгосрочность. То есть есть краткосрочные, рассчитанные на один учебный год, а есть долгосрочные. Максимально это 10 лет. Вы понимаете, что дети практически вырастают в этом. Многие выпускники Дома творчества продолжают свое профессиональное культурное обучение в школах искусств, колледжах и поступают в Институты культуры. Праздничный концерт прошел на сцене Городского дворца культуры. И собрал коллективы Дома творчества. Поздравить учреждения пришли представители управления образования и молодежной политики, культуры, а также законодательной власти. Пройдя вот такую очень долгую славную историю, сегодня стало одним из, наверное, самых ярких учреждений в системе дополнительного образования Воронежа, где воспитываются абсолютно талантливые, абсолютно одаренные ребята. И самое интересное, что коллектив, который собрал в этом образовательном учреждении, это настоящие звезды города. Это творческие, удивительно открытые, абсолютно креативные люди, которые уже на протяжении многих лет достигают высочайших результатов своей творческой деятельности. Главными звездами мероприятия стали, конечно, дети, которые подарили своим наставникам и гостям праздничный концерт. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал Воронеж. В Воронеже запустили фонтаны. Работать они будут с утра до вечера, за исключением понедельника. На этот день предусмотрены профилактические работы. Сезон работы фонтанов в Воронеже стартовал. С 9 утра понаблюдать за завораживающими струями воды можно в Петровском сквере и Центральном парке. В 10 часов в парке Орленок. Кстати, там фонтан будет радовать отдыхающих до 23 часов. Фонтан на Советской площади начинает свою работу в 10.30. А музыкальное шоу удивит гостей города и воронежцев в 18.30. В понедельник, выходной. В этот день на фонтанах будут вестись профилактические работы. Сразу три праздничные даты отметила диаспора жителей Вьетнама в Воронеже. В честь праздника в концертном зале ВГУ прошел праздничный концерт. Наша съемочная группа побывала на данном мероприятии. Перед началом торжественного концерта гости праздничного вечера могли познакомиться с небольшой выставкой, посвященной истории Вьетнама. Помимо плакатов, касающихся истории страны, пришедшие могли познакомиться с национальными костюмами для полного погружения в культуру. Воронежская общественная областная организация вьетнамцев отметила сразу три памятные даты. Это 49-я годовщина победы вьетнамского народа над Соединенными Штатами Америки, 70-я годовщина победы вьетнамского народа над Францией и 35-летие пребывания граждан Вьетнама в столице Черноземья. На праздничном концерте присутствовали и первые жители Вьетнама, которые в 1989 году приехали в наш город. Здоровья, счастливые, друзья, вьетнамские, воронежские люди, Советский Союз. Праздничный концерт проходил сразу на двух языках. Помимо поздравительных телеграмм, зачитанных со сцены концертного зала, диаспору Вьетнама поздравили и представителей городского округа Воронежа. Уважаемый господин Фан Нгок Чунг, администрация Воронежа поздравляет вас и всех граждан Вьетнама, проживающих на территории нашего города, с Днем Воссоединения и выражает искреннюю признательность за поддержание исторического наследия своего народа и воспитание молодежи в духе патриотизма. Мы гордимся тем, что Воронеж на протяжении 35 лет тепло принимает ваших соотечественников, в том числе студентов, курсантов, военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина Министерства обороны Российской Федерации. Наши крепкие, дружественные культурно-экономические связи внесли свой значительный вклад в дело развития вьетнамско-российских отношений и всегда служили и будут служить на благо и просветание жителей наших стран. Также помимо вьетнамцев, всех собравшихся порадовали и российские творческие коллективы. На сцене были показаны документальные кадры. Сегодня у нас тройной праздник и мы собираем все общественные в Вьетнаме, Воронеже, около 400 человек, в Зану отмечаем и продолжаем это в конце и все, которые предлагают для нас, вьетнамское общество, Воронеже. Студенты военно-воздушной академии приготовили для всех собравшихся патриотическую вьетнамскую песню. Концерт подарил улыбки гостям мероприятия и еще раз напомнил о дружбе наших народов. Мы уже давно, как это, дружить и Советский Союз помогает, это война с французской, с американской. Я читаю это от все души, это чуть похоже в Вьетнам и Россию международную. Редакция 41-го телеканала присоединяется к поздравлениям жителям Вьетнама в Воронеже. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. До конца чемпионата России по футболу командам осталось провести по четыре матча. Факел 6 мая в понедельник играет в Воронеже с «Зенитом». Удивительно, но факт. В последних двух матчах Факел сыграл лучше, чем действующий чемпион России «Зенит». Воронежцы проиграли крыльям Советов, но смогли добыть ничью в Сочи. А вот команда из северной столицы уступила и московскому «Динамо», и казанскому «Рубину». «Зениту» все же удалось сохранить лидерство в турнирной таблице, хотя столько же очков сейчас и у Краснодара. 6 мая в понедельник на Центральном стадионе профсоюза Факелу предстоит провести тяжелейший матч. Борьба за чемпионство для питерцев пересечется с отчаянной попыткой воронежцев удержаться в премьер-лиге. Кстати, в игре первого круга на берегах Невы хозяева поля победили со счетом 2-0. В этот день, в праздник Светлой Пасхи, генеральный директор нашего телеканала и идейный его вдохновитель Александр Васильевич Зверев отмечает свое 79-летие. Александр Васильевич – замечательный человек, мудрый руководитель на работе и любящий отец в семье. Главная позиция героя нашего репортажа – жить ради добрых дел. Главная позиция Александр Васильевич Зверев родился в селе Пушкаре Усманского района. Сегодня это почти окончательно вымершая небольшая деревенька, имеющая одну улицу Заречную. Интересно, что у родителей Александра Васильевича была одна фамилия на двоих. Они были однофамильцами, и так получилось, что выбрали друг друга. Семья была многодетной. Ребятишки росли на раздолье. Замечательная природа, река Усманка, чистейшая вода и воздух. Жизнь была полна трудностей. Именно они и закалили характер Александра Васильевича. Он выбрал творческую профессию и стал художником. Работал в те годы Александр Зверев, не покладая рук. А на сломе эпох с развалом Советского Союза сама жизнь заставила его стать предпринимателем и в корме сменить профессию ради благополучия семьи и детей. Собирали эти машины. Были, я помню, четыре самосвала ЗИЛа, четыре МАЗа. Потом был автобус, потом было у нас два крана. Были, ну, по-моему, единицы я набрал 20 или 25. И ребята ездили, зарабатывали. И вот завод процессор строился. Он только зародыши были. И наши машины туда ездили. И землю возили, и кирпич возили, материал. Ну все, настройка. Деньги зарабатывали. Потом в КМД, комбинат мебель и деталей, вот по трошке, мы ее строили. Он же государственный еще был. Еще почему-то строили, понимаешь? Не останавливались. Вот мы там зарабатывали. Александр Васильевич за всю жизнь освоил не одну профессию. Был и землекопом, и каменщиком, штукатуром, маляром, сантехником, газовщиком и электриком. Успел даже поработать телефонистом и, конечно же, руководителем. В 90-е годы Зверев понимал, что многие люди лишились единственного заработка. И решил организовать рыночную торговлю. Так безработные получили гарантированные рабочие места. Был депутатом муниципального собрания. Александр Васильевич отличает огромное трудолюбие и неистекаемая энергия. Привыкли к топорам. Когда втянулся уже в это. Я вот приезжаю, стою в 6, уже в полседьмом сколько, в дом выхожу. И вот до позднего вечера. В 10, 11. Ну, интересно работает. Интересно. Я так хочу жить-то. Ну, скажи. Ну, что, ну, сел бы я, дом сидел бы. Ну, что. На меня будет высший наказатель для меня дом посадить. Все, никуда. Ничего не делал этот дом посадить, для меня тюрьма. Я не могу уже. Так, Александр Зверев уже 25 лет является генеральным директором нашего 41-го телеканала. Любовь к творческой деятельности реализовалась и здесь. Идеи, проекты, нестандартные решения Александр Васильевич разумно воплощал в жизнь, заслужив тем самым любовь зрителей к 41-му телеканалу. В 2000-е годы Зверев открывает крупный оптовый рынок Настужева. Здесь можно купить одежду, обувь и промышленные товары. По весьма приемлемым ценам. При этом выбор здесь разнообразен и широк. Все эти заслуги перед страной и воронежцами позволили Александру Васильевичу стать почетным гражданином России. Александра Васильевича поздравляют с днем рождения близкие, друзья, коллеги и партнеры нашего телеканала. Александр Васильевич – это глыба политики воронежской. Он зашел на политический пьедестал в тяжелое время, 90-е годы, когда страна рушилась. Причем он занял такую нишу защиты интересов русского народа, которая в тот момент была, ну, как бы, пустая. И он вот своим ярким талантом, умением использовать средства массовой информации, умением использовать общественность, зарядить ее, стал ярким политиком. Кроме того, Александр Васильевич является общественным деятелем. В 90-е годы Александр Васильевич сумел создать такой социальный бизнес. Ну, помимо того, что были созданы рабочие места в то время, когда вообще зарплаты не платились, его бизнес является социальным. Почему? Потому что, ну, во-первых, он создает точки притяжения в местах, которые до этого были пустырями. То есть он их облагораживает, создает там красивые производства и соответствующие рабочие места. Кроме того, этот бизнес является социальным, потому что там поддерживается тот уровень цент, который приемлем для простого населения. Сегодня у Александра Васильевича появляется очередное кольцо на его древе самосовершенствования. И от всей души хочу поздравить его с этим прекрасным праздником, его днем рождения, пожелать ему творческих успехов, личного счастья и крепкого здоровья. Уважаемый Александр Васильевич, хочется от души и от сердца поздравить вас с вашим днем рождения. Вы родились в прекрасную весеннюю пору, и хочется, чтобы в вашей душе, несмотря на все катаклизмы жизни, подольше тоже была весна, радость, чувство того, что жизнь прекрасна в любом возрасте. А еще хочется пожелать вам больших творческих успехов, пожелать, чтобы ваши желания сбылись. И очень важный один момент, чтобы дома у вас тоже все было хорошо. В общем-то, пожелать можно всего, чтобы личные желания тоже исполнялись. Это тоже очень важно. Всего самого-самого доброго. Уважаемый Александр Васильевич, разрешите от личного состава Росгвардии, специальных подразделений полиции поздравить вас с 79-й годовщиной вашего рождения. Пожелать вам здоровья, удачи, добра, мирного неба над головой. Сказать слова благодарности вашим сотрудникам, лично вам, за ваши профессиональные действия. Мы очень-очень хотим пожелать вам самые-самые здоровые и успехов. Желаю вам продолжать и свои много-много лет. Мы на УВАД работаем, будем платить 30 лет. Спасибо, папа. Александр Васильевич признается, я не могу остановиться. Впереди столько неисполненного и непритворенного в жизни. Всех заслух Александра Зверева не хватит уместить в одном сюжете и даже целом фильме. Он предал землю епархии для строительства Благовещенского кафедрального собора. Придумал идею соединить парк Динамо и лесной массив возле Остужевской ярмарки, где можно было бы создать парковую зону. И эту задумку уже нынешней власти готовы воплотить в реальность. Действительно, второй ярус Северного моста хотят облагородить и начать использовать для новых целей. Александр Васильевич, наш телеканал присоединяется к поздравлению и желает вам крепкого здоровья, счастья, добра и долгих благополучных лет жизни вам и вашей семье. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе. Итоги на 41 канале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости.